Вячеславу Умановскому с благодарностью за долгие годы дружбы «Чья это свинья? Граждане! Господа! Товарищи! Чья свинья? Кто ее привел? Где? Где свинья? Батюшка Света и правда! Уберите свинью от прилавка!» Знаменитая писательница Марина Покровская в миру Мария Алексеевна Поливанова протиснулась поближе очень заинтересованной свиньей. Небольшая толпа возле колбасного отдела волновалась, все заглядывали себе под ноги, шарахались и возмущались. Какой-то мальчик попятился и чуть не упал. «Кш-кш! Пошла вон!» Полная дама в шляпке ввинтилась в толпу и спросила с жаром, «Соловья поймали? Какого соловья? Свинья забежала!» Маня заподозрила неладное, присела на корточке и заглянула под прилавок. «Так и есть! Волька, ну-ка вылезай оттуда! Сейчас же!» Небольшая белая свинка хрюкнула, навострила уши, припала на передние ноги, поползла, выбралась на свет и оказалась собакой. «Господи!» — сказал кто-то из зрителей с веселым изумлением. «Вот уродство!» Маня покраснела и потащила Вольку за поводок. «Эта порода называется мини-бультерьер», — объяснила она, невесть зачем и невесть кому. «Английская собака в Оксфорде пользуется большой популярностью». «Женщины, выйдите!» — пронзительно приказала продавщица. «Вы что, слепая? На входе русскими буквами написано. С собаками нельзя! Мы уходим, уходим!» Маня вытащила слабо упирающегося Вольку на улицу и накинулась на него супрюками. Волька слушал. Длинные морды и впрямь немного похожие на свиной рыло выражала неискреннее раскаяние. Вскоре Маня надоела ругаться. Она затолкала в рюкзак покупки, взгромоздила его на плечи и широко зашагала по Невскому проспекту в сторону мойки. Мини-бультерьер, английская собака, популярная в Оксфорде, бодро трусил за ней. Вообще-то в Питере собакам и их хозяевам было намного вольгутнее, чем в Москве. Конечно, с ними никуда нельзя, им все запрещено, как и везде, но это официально. А неофициально питерцы против собак не возражали, а поэтому ему все можно. Просто сегодня Волька на самом деле вел себя, как свинья. Народу на Невском было полно. Веселые толпы праздно шатающихся туристов. На мосту кричали зазывалы, приглашали кататься на теплоходах и катерах. Латошники торговали пластмассовыми винепухами, китайскими веерами и морскими картузами. Экскурсия, прикрывая глаза ладонями от солнца, смотрела в сторону кафе «Вольф» и «Беранже». «И жара?» Маня вздохнула. «Какая красота! Поехать бы сейчас в парк на Елагин остров. Туда тоже с собаками нельзя, с ними никуда нельзя, но можно. И есть один вход, где никогда не бывает сторожа. Провести Вольку контрабандой, а там гуляй не хочу». Но гулять Маня не могла, хоть и хотела. Она должна помогать тете Эмилии, за этим и приехала в Питер. Маня с Волькой свернули на набережную Мойки, где было совсем тесно от людей и машин, и почти не видно речку, сплошь утыканную катерами и лодками, словно брошенный цветочный ящик окурками. Промаршировали мимо Пышечный. Решено было худеть, никаких пышек, только стебель сельдерея, молодой редис и бобовый. И вскоре оказались во дворе старинного трехэтажного дома. Маня посмотрела на часы. 10.45. Ровно в 11 тетя Эмилия начинает прием, а Маня запаздывает с завтраком. Сейчас ей достанется. «Мария!» – воскликнула Эмилия, как только Маня, отдуваясь, распахнула дверь. «Где ты была? Я уже подумала было, что ты отправилась на пароходе в Гельсингфорс». «Какой еще Гельсингфорс?» – поднос себе пробормотала Маня, скидывая кроссовки. «Мы были на Невском, в Елисевском магазине, тетя. Там очередь». «Если ты будешь так себя вести, мне придется написать Вике и отправить тебя обратно в Москву». Викой звали еще одну Манину тетю, которая приходила с сестрой Эмилией. Маня освободила Вольку от поводка, тот встряхнулся и неторопливый рысцой побежал в сторону кухни. Тетя Эмилия посторонялась. «Что за ужас эта собака?» – сказала она в сотый раз. «Зачем ты ее завела? Кто тебе разрешил?» Эмилия обращалась с Маней так, словно племяннице было 12 лет, и она вступала в сложный переходный возраст. На самом деле Маней давным-давно исполнилось 35, она писала романы, которые вот чудо издавали и читали, подрабатывала на радио, давала интервью, состояла в жюри разнообразных конкурсов и фестивалей и считалась главой семьи, состоявшей из двух тетушек, Маниного кавалера Алекса Шангирея и самой Мани. «Я сварю яйцо и сделаю бутерброды», – объявила Маня из кухни, – «иначе не успеем. Я лучше обед пораньше подам». Эмилия присела на краешек стула с высокой спинкой. В кухне у нее была тяжелая, старинная, очень красивая и страшно неудобная мебель. «Ты никогда ничего не успеваешь, Мария. Ты очень неорганизованный, вся в мать». Та была точно такая же. Маниных родителей давным-давно не было на свете, но упоминаний о них Маня не выносила. Ей так становилось жалко себя, сироту, и она начинала сердиться на мать и отца, бросивших ее на произвол судьбы. Это было несправедливо, они не собирались ее бросать, просто самолет упал. И Маня еще чувствовала себя виноватой, что сердится, и что тогда не летела с ними. Такой вот клубок, лучше не думать. «Тебе яйцо в смятку или в мешочек, тетя? Какая разница?» «Ну, в смятку, конечно. Нет, в мешочек. Хорошо. Нет, в крутую. И свежий огурец. И кусочек колбаски. Ты принесла?» «Все принесла тетя. Опять чай, терпеть не могу. Свари кофе. Тебе нельзя, у тебя давление. Можно подумать, нельзя найти кофе без кофеина. Давно бы купила. Я куплю, тетя». Эмилия отхлебнула из чашки. «Едим на кухне», — горько заметила она, как прислуга. Маня покосилась на нее. «В гостиной у тебя прием. Там никак нельзя». «У меня сегодня большой прием», — объявила Эмилия с удовольствием. «Почти все постоянные. Я прошу тебя, Мария, все записывай внимательно, ничего не перепутай. И запри Богороди ту соваку. В прошлый раз у нее так бурчало в животе, что я не могла сосредоточиться». «Должно быть, это у меня бурчало», — сказала Маня, наливая чаю и себе. «С голоду». Эмилия пропустила замечания мимо ушей. «Что твой, Алекс? Как он?» «Прекрасно», — сказала Маня бодро. «Пишет Роман». «Вот он», — Эмилия подняла указательный палец, словно указывая на потолок. Маня послушно посмотрела. Потолок был очень высокий и немного закопченный. «Вот Алекс», — повторила тетя Эмилия, — чтобы стало ясно, что речь она ведет не о потолке. На самом деле писатель. «Его запах вечности можно перечитывать бесконечно. А чем ты занимаешься, непонятно». «Я пишу детективы», — сообщила Маня. «Алекс пишет большую прозу, а я детективы. Их тоже многие читают и перечитывают». Эмилия пожал плечами. «Ты живешь рядом с Алексом Шангиреем и тоже пишешь». «Все равно, что Софья Андреевна толстая взялась бы за сочинительство, и они со Львом Николаевичем писали бы на перегонки в соседних комнатах». Маня засмеялась, представила картинку. «Доедай за работу», — распорядилась Эмилия. «Кто у нас первый?» Маня вытерла от джинсы пальцы, распахнула ноутбук, примастившийся на старинном буфете, и посмотрела таблицу. «Ольга Александровна Ветрова с дочерью». Эмилия покивала, лицо у нее стало серьезным. «Сложный случай», — сказала она, — «очень сложный. Давно над ним работаю и пока безуспешно». Маня уже видела эту самую Ольгу Александровну, высокая худая блондинка с тонким, бледным, невыразительным лицом. Она приводила дочь, усаживалась в передней на банкетку и ждала неподвижная, как сфинкс, охраняющий него. Маня выглядывала, чтобы посмотреть на нее. Ольга Александровна не шевелилась, не читала и не копалась в телефоне. Просто сидела и ждала. Мать с дочерью явились минуту и минуту. Прозвенел звонок, Маня распахнула дверь. «Здравствуйте», — промолвила Ольга Александровна Марфа, «поздоровайся». Девочка пробормотала невнятная. Маня проводила их в гостиную, где были задернуты шторы, повсюду горели свечи и курились благовония. Эмилия, облаченная в восточные одежды, сидела в широком кресле. Второе такое же стояло напротив, для посетителей. Место секретаря, в данном случае Манина, было далеко, почти в эркере. Если чуть-чуть подвинуть тяжелую ткань шторы, можно увидеть улицу и кусочек неба. «Проходи, проходи, милая», — приветливо заговорила Эмилия, завидев Марфу. «Вот твои карандаши и альбом, помнишь, мы с тобой в прошлый раз рисовали?» Мать усадила девочку и вышла. Марфа не обратила на нее никакого внимания. Маня ждала у двери. В ее задачу входило принять посетителя, устроить сопровождающего, если таковой имелся, предложить чай или кофе, затем потихоньку через кабинет незаметно вернуться в гостиную, на секретарское место и записывать все, что она видит и слышит, в специальную таблицу. Ольга Александровна привычно опустилась на банкетку, положила сумку на колени и замерла. Приготовилась ждать. Маня вздохнула. «Хотите чаю или кофе?» «Есть минеральная вода и лед. Будете?» «Нет, спасибо». «Я могу бутербродов сделать». «Спасибо, нет». Маня опять вздохнула, прошла через кабинет и неслышно возникла в гостиной, где шел сеанс. Сильно пахла благовониями. Подли Марфы горел торшер, на коленях у девочки лежал альбом, она водила карандашом, вроде бы рисовала. Эмилия что-то говорила, очень тихо, не разобрать. Раскрытую ладонь правой руки она держала над курильницей и время от времени касалась ее макушки девочки. Маня отвела глаза, ей было невыносимо стыдно. Тетя Эмилия работала, или, как это правильно сказать, служила, что ли, экстрасенсом, очень высокой пробы, очень большой силой, что ли. Тетя обладала правительским и целительским даром, проводила сеансы, гадала на едине книги перемен, бросая стебли тысячелестника, а иногда на картах Таро. К ней обращались не только отчаявшиеся бедолаги, вроде Ольги Александровны, но и большие люди, нуждающиеся в советах по бизнесу, политики, желающие знать будущее и обратить его в свою пользу, жены, разыскивающие утраченных мужей, наследники, алкающие припрятанных дедовских сокровищ. Эмилию знал весь Петербург. Также к ней ехали из Москвы, из-за Уральских гор, даже из-за Ориана. Последний толстосум как раз прибыл из Нью-Йорка и желал узнать, что ждет его бизнес после пандемии. Кажется, он владел покер-клубом. Эмилия провидела будущее, заглядывала в прошлое и делала предсказания в духе дельфийского оракула. Ничего определенного истолковать можно как угодно в любую сторону. По крайней мере, так казалось с племянницей. Дело в том, что Маня Поливанова, известная писательница Марина Покровская, не верила в предсказания, пророчества и гороскопы. Даже книга перемен вызывала у нее сомнения. Ну что тут поделаешь? Впрочем, в случае с тетей Эмилией Маня рисковала остаться в полном одиночестве. Поток посетителей увеличивался чуть ли не с каждым днем. Приходилось записывать на полтора месяца вперед, помощница не справлялась. Маню вызвали из Москвы на помощь, когда тетяной секретарше понадобилось вернуться на родину, в Винницу, где у нее заболел кто-то из родных. Посторонних привлекать не стали, и Маня была брошена на прорыв. Она как раз только что сдала в издательство роман и собиралась славно отдохнуть. Тети переговорили по телефону, пришли к выводу, что лучший отдых – это смена деятельности, и велели Мане собирать чемодан и отправляться. Маня была взрослой, умной, самостоятельной, кроме того, популярной писательницей и вообще главой семьи. Но спорить с тетушками себе дороже, да и, честно признаться, Маня нуждалась не просто в отдыхе. В последнее время она так устала от Алекса, гениального, тонкого, умного, занятого только собой и своими текстами, рассеянного, странного, волшебного, что ей потребовался перерыв. Занятия тети Эмилии раздражали ее до нельзя, и она от души бесилась, выдавая свою усталость и раздражение от жизни с Алексом за неприятие тетиных упражнений. Так проще и не нужно вдаваться в собственные проблемы. Не спросив Алекса, Маня завела мини-бультерьера, по слухам, очень популярного среди оксфордских профессоров и студентов, назвала его Вольдемаром, купила ему голубой ошейник Тиффани за бешеные деньги и дорогущую фарфоровую посуду, на что ни Алекс, ни Вольдемар не обратили никакого внимания. Алекс, обнаружив в спальне щенка, пожал плечами и спросил, почему он так похож на поросенка. Волька, обнаружив в спальне Алекса равнодушно его обнюхал и с тех пор перестал замечать. Маня поняла, что Димаш не удался. Между прочим, его нос очень похож на твой, предприняла она последнюю попытку. Видишь, как он настоящего грузина или грека. И потом, это охранная собака, он будет меня охранять. Тебе угрожает опасность, рассеянно осведомился Алекс, и больше к разговору о бультерьере они не возвращались. Маня почти задремала. Эмилия все что-то бормотала, девочка водила рукой с карандашом, благовонию курились, в комнате становилась душно, окно открыть нельзя, аура. Кроме того, в окно могут ворваться неправильные звуки и колебания и спровоцировать выброс ненужной энергии. Мария! Маня вздрогнула и вытаращила глаза. Мария, проводи Марфу к матери. Маня выбралась из-за небольшого секретера, сидеть там с ее ростом был страшно неудобно, некуда девать ноги и бюст, и взяла Марфу за руку. Рука была тонкой, холодной и влажной, как лягушачья лапа. Ольга Александровна заговорила, вышедшая следом Эмилия, сегодня у нас особый день. На слове «особый» она понизила голос. День начала перемен. Ольга Александровна безучастно посмотрела на прорицательницу. «Да-да», — подтвердила та, «пусть Марфуша останется у меня до вечера. Мария за ней присмотрит. Она порисует рядом со мной за ширмой. Мне очень важно не потереть с ней контакт именно сегодня. Приходите к пяти часам». «Сколько это будет стоить до вечера?» — спросила Ольга Александровна. Маня показала, что Эмилия немного смешалась. «Как обычный сеанс», — быстро сказала она. «Идите и ни о чем не беспокойтесь». Маня закрыла дверь, вновь взяла девочку за руку и отвела в кабинет. Посреди ковра радостно крутился вокруг своей айси небольшой белый бочонок Манина собака. «Ты любишь собак?» — спросила Маня. Марфа кивнула. Маня ничего подобного от нее не ожидала. «Добрых», — произнесла девочка низким голосом. «Волька добрый пес! Он еще совсем щенок, года нет. Видишь, как он нам рад? Крутится!» Но Марфа уже потеряла к нему всякий интерес. Маня вновь взяла девочку за рукой, и они перешли в гостиную, где Эмилия вела прием. В углу, отделенном ширмой от посторонних глаз, располагался небольшой карточный столик с лампой. Маня зажгла лампу, усадила девочку за стол. Из небольшого розового рюкзака Марфа не расставала с ним, даже с плеч его не снимала. Девочка доставила тетрадку с картинкой на обложке и положила рядом. «Мария!» — позвала Эмилия. «Может, она есть хочет?» — зашептала Маня, выскочив в коридор. «Или компоту ей налить. У нас есть вишневый». «Она должна нарисовать то, о чем я ее попросила. Не приставай к ней. Есть и пить у нас она не будет. Она ест и пьет только то, что ей привычно. Например, куриный бульон». «Чем она больна?» Эмилия помедлила. «Синдром Лишуня, редкое заболевание нервной системы, его выделили и описали китайцы в конце XX века». «Как аутизм?» «С чего ты взяла?» «Вовсе нет». В дверь позвонили. Маня бросилась открывать, а Эмилия скрылась в гостиной. Она редко выходила во время сеансов и считала, что посетители не должны видеть ее мирно беседующей с племянницей в коридоре. В следующем оказался крепкий, почти наголо бритый мужик, довольно молодой. Маня все никак не могла привыкнуть, что к тете Эмилии обращаются не только женщины, но и вполне приличные на вид мужчины. «Я вас где-то видел», — сообщил посетитель Мани, и она быстро проводила его в гостиную. Еще не хватает, чтобы ее узнали. Сергей Петрович намеревался выяснить, жива ли его мать. Он вырос в приемной семье, и вот теперь ему совершенно необходимо разыскать эту самую мать, если она еще жива. Маня старательно записала его просьбу, и пока Эмилия водила руками над фотографией предполагаемой матери, стала набрасывать в блокноте сцену для будущего романа. Темная комната. Женщина и мужчина со стен за ними наблюдают портреты. равнодушно ждут чего-то натюрморта, чего не ждут.